Привет, друзья! Ну вот и пришло время увидеть и протестировать одно из самых крутых и лучших решений для домашнего кинотеатра. Настоящий 4К лазерный ультра-короткофокусный проектор и специальный моторизированный экран на 100 дюймов. Забегая наперед и сдерживая эмоции, ребят, охренеть, как круто, красиво, современно и, конечно, дорого, но и безумно интересно. Так что и вам должно понравиться. Сразу для прояснения ситуации. Товары были предоставлены магазинами просто для обзора с возвратом, за что им огромное спасибо. Устройства такие позволить может себе далеко не каждый, но если вы выбираете большой телевизор, я бы рекомендовал присмотреться к такому комплекту. Если зайти на e-каталог, можно, конечно, выбрать много разных телевизоров. В вашем регионе или где будет удобно. Справа предусмотрена сортировка по производителям. Нас интересует диагональ больше 80, это тоже можно. Отмечаем, нажимаем показать. Дальше нам предложены модели и списки магазинов, где можно сравнить цены, выбрать для себя наиболее оптимальный вариант, посмотреть динамику цены. Но вот фишка в том, что на 100 дюймов очень мало моделей. И если и есть, то цены вы видите сами. 4К проектор даже со специальным экраном будет стоить других денег, о каких я расскажу дальше в видео. Но для начала рекомендую обязательно ознакомиться с тем, что я расскажу про комплект и технологии. В общем, приехал проектор вот в такой огромной коробке. На деле там половина места, это уплотнители для сохранности товара. В комплекте провода для подачи питания, HDMI, пульт дистанционного управления и набор различной документации. Проектор, конечно, не самый красивый. У Xiaomi есть модели красивей, но параметры там либо будут немножко другие, хуже, либо цена будет выше. Вес составляет 11 килограммов, размеры 485 на 325 на 135 миллиметров. По характеристикам здесь топ для этой цены. Полноценные 4К, это 3840 на 2160 пикселей, HDR+, двухдиапазонный Wi-Fi 2.4,5 ГГц, Bluetooth 5-й версии, яркость 1900 ANC, фокусировка, компенсация движения, MEMC для сглаживания динамических сцен. Контрастность здесь 15 тысяч к одному. Более 25 тысяч часов срок службы, это примерно 10 тысяч фильмов. С 10 сантиметров от стены проекция уже будет составлять 80 дюймов. Низкий шум при работе, мощные динамики, 20 ватт с хорошим басом за счет такой конструкции большой, плюс всеядность файлов и поддержка многих аудиоформатов. На борту адаптивный Android 8-й версии, 3 гигабайта оперативной, 64 постоянной памяти. Как видите, друзья, заряженный отличный аппарат. На корпусе всего одна кнопка включения. С задней стороны, которая будет располагаться к стене, находятся 2 USB, 2 HDMI 2.0, VGA, аудиовход 3,5 мм, разъем для подключения питания и отверстие под замок. Максимальная потребляемая мощность составляет 260 Вт. Лазерное окно утоплено в корпусе, там же датчики, безопасность присутствует. То есть, если любопытные будут туда заглядывать, произойдет отключение луча, чтобы не повредить ваши глаза. Пульт металлический, компактный, удобный. Часть клавиш имеет выпуклые части для удобства определения нужной. Крышка батарейного отсека, ребят, подмагничена. Впервые такое вижу. Лучше не давать в руки тем, кто любит что-то щелкать, то можно залипнуть. Нужно две батарейки формата 2А. Я знаю, что вам уже скорее хочется оценить картинку, но подождите, друзья. У меня, конечно, есть идеальное место вот здесь, под экран проектора или телевизор. Оптимально под 65-ю или даже 80-я диагональ сюда бы стало. Так вот, проектор тоже бы здесь отлично разместился на тумбе и стоял в минимальном расстоянии, выдавая 80-ю диагональ. Но для короткофокусных проекторов существуют специальные экраны, которые в разы улучшают качество и не боятся освещения. Компания Видим Шторм представила нам такой вариант, моторизированный на 100 дюймов. Поставляется он в огромной коробке, вес 26 килограммов. И мне его из почты забирать пришлось вместе с прицепом автомобильным. Так что вдруг кто будет заказывать, заказывайте доставку на дом. Это весьма технологичная, крутая штука. Распаковываем и смотрим комплект. Есть вариант с креплением к потолку и выдвижной конструкции вниз. Есть просто полотно на стену, есть черный цвет, есть белый цвет основания. И даже есть версии, у которых предусмотрена подсветка Ambilight позади ткани. Это придает еще больше красоты, объема и удобства. Но вся фишка моторизированных экранов, что они не закрывают ваш интерьер и в собранном виде не занимают много места. Упаковка отличная, хвалю. Очень много вспененного материала, несколько прочных пакетов, стяжек, все отлично. Гарантийный талон вот в таком красивом конверте сразу бросается в глаза. Кабель питания с европейской вилкой, щетка для очистки полотна, набор крепежных элементов для держателей пульта, трем-скотч, два регулятора для точной настройки высоты экрана и также нечто похожее на флешку. Это передатчик. Подключив его к проектору, экран будет сам открываться и сам закрываться по включению-выключению проектора соответственно. Это тоже удобно. Два пульта для управления проектором белого и черного цвета с держателями, которые при необходимости можно штатно где-то закрепить. Держатели я имею ввиду. Пульты очень удобные, компактная, красивая отделка. Еще у меня несколько образцов ткани, производитель прислал. И здесь, ребят, самое интересное. Ткань для короткофокусного проектора необычная. Если посмотреть вот так, она белая. Если мы ее переворачиваем, черная. Магия, на первый взгляд, реально как магия-волшебство. Но на самом деле на полотне расположены пирамидки. Они отсекают верхний свет, а лазер, светящий снизу с проектора, более точно попадает на экран. На схеме это выглядит вот примерно так. И также я расчехлил свой микроскоп. При увеличении видно много мелких бороздок, этих самых двухцветных полосок особой формы. Подключаем питание к экрану. Его можно размещать хоть на пол, хоть на тумбу или крепить к стене на специальные держатели. Жмем кнопку и за несколько секунд выезжает экран. Происходит это с минимальным шумом. Уверена, ничего не болтается четко, без каких-либо проблем. С задней стороны у нас профильная труба с рычагами. По бокам петли и натяжители. В разложенном состоянии диагональ 100 дюймов 2,5 метра. Меня удивить, конечно, не так просто. Пять лет, ребят, я тестирую различные устройства, но это прям пушка. Я до этого тестировал десятки различных проекторов, включая Xiaomi. Лазерный смотрю в первый раз. Тем более 4К и еще на специальном экране. Картинка просто топ, сочные цвета, четкие движения за счет технологии ММС, классный звук, отличные углы обзора и реальное погружение в атмосферу происходящего на экране. При этом все дело не требует специальных установок, сверлений стены, стоек. Можно просто вот так вот на полу за пару минут организовать домашний кинотеатр, да и наслаждаться фильмами. Я сразу запустил одну из серий документалок нашей планеты про джунгли. Так моя кошка очень долго сидела, не отрывая глаз, затем ходила вокруг экрана, пыталась найти зверушек, птичек. Ребят, ну картинка настолько реалистичная, правильная, с HDR, с 4К, что с камерой это точно вам я не могу передать. А то снимаю еще и Full HD и еще это все ужимается самим Ютубом. Это просто надо бы хотя бы один раз увидеть вживую. Я до последнего тоже сомневался и думал, ну такое точно вот будет не лучше 4К телевизора. А оказалось совсем таки нет. В проекторе используется блокировка вредного синего спектра на 99%. Глаза не устают, не происходит такого, что нужно присматриваться, всматриваться. И в таком плане ты реально вот просто смотришь и наслаждаешься картинкой, будто где-то на улице, на природе. Я скачал несколько любимых сериалов и фильмов в 4К и они реально выглядят совсем по-другому на таком экране. Хотелось бы еще раз все-таки пересмотреть это все уже в таком формате. Так как ты замечаешь таки больше деталей, жена даже сказала, а есть ли вариант как-то оставить и не отдавать обратно. Я бы с удовольствием, с огромным удовольствием оставил бы себе этот комплект. Пусть даже в таком плане, что мебель у меня уже установлена и экран нужно будет прятать под тумбу подвесную, а потом доставать. Либо же вариант купить только ткань в рамке на 80 дюймов и повесить ее в проем, а проектор поставить на тумбу. Есть даже кстати и тумбы со специальными карманами под такие устройства или можно самому заказать при желании. А может просто поставить телевизор и когда уже нужно будет, достал экран и за пару минут у тебя огромный домашний кинотеатр. Все-таки складная конструкция в таком формате с таким экраном решает многие вопросы. Нет смазанной картинки, черные четкие цвета тоже хорошие. При включенном освещении немного падает конечно контрастность, но вполне можно смотреть контент даже днем. За счет того, что все-таки свет поглощается и отражается от экрана, а лучи лазера светят на другую сторону бороздок и получается такая картинка. Цена проектора около 2000 долларов. Экран стоит еще полторы. С доставками, растаможками обойдется примерно в 4000 долларов. Огромные деньги, это 100 тысяч гривен. За эту цену 100 дюймовый телевизор не получится купить, как вы видели в начале ролика. Стоят они дороже и не получится скорее всего получить той кинотеатровской атмосферы. Мне так кажется. Опять же не могу сравнивать. Ну а так вообще по картинке у меня претензий нет. Читает все форматы, которые я закидывал, даже по 100 гигабайт. Подключал я как флешки, так и SSD диски через переходник. Все кушает. Кстати, для быстрой записи больших файлов это идеальное решение, как по мне. На SSD с компьютера за 5 минут вы сольете десятки гигабайт информации. Перемотка работает удобно, без лагов. Но даже в таком дорогом устройстве все-таки присутствуют минусы. Пока сыроват софт. Понятно, что оболочка Android 8 позволяет реализовать многое, поставить различные сервисы. Netflix, AmigaGo, кинотеатры HD и конечно смотреть YouTube. К проектору можно подключать компьютеры, ноутбуки и играть на таком 100-дюймовом экране. Но пару раз у меня подвисал YouTube. Также я наблюдал небольшой рассинхрон по звуку при игре с ноутбука и при воспроизведении роликов с YouTube. Хотелось бы больше настроек и возможно русский язык, так как пока доступен только английский. Устраивает ли меня такой вариант? Оставил бы себе? Да, безусловно бы оставил. Но конечно мне еще хотелось бы протестировать лазерные проекторы от Xiaomi 4K. Поэтому экран я себе оставляю уже 100%. А дальше будем смотреть. На проектор средств пока нет. И хотелось бы еще сравнить, конечно, другие модели. Данный у меня находился комплект одну неделю. И это был прям аттракцион, так сказать, эмоций. Ужас. И вот вообще не рекомендую смотреть. Спать будете плохо. Реально круто. Все очень атмосферно выглядит. Потом, когда садишься за просмотр уже обычного 4K телевизора на 43 дюйма, думаешь, да что это вообще такое? Хотя 3 года я вообще всю мультимедиа на съемной квартире смотрел на экране монитора в 21 дюйм. Но это совсем не та история. В общем, друзья, надеюсь, вам было интересно, полезно. И возможно, кто-то из вас использует или хотел бы себе приобрести вот такого формата домашний кинотеатр. Надеюсь, помог с многими моментами. Впереди у нас много всего интересного, полезного и не совсем. Поэтому, чтобы не пропускать новые видео, просто подпишитесь на канал.